Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение первой книги Ездры. Книга Ездры рассказывает о событиях, когда после Вавилонского пленения еврейский народ, вернувшись, занялся восстановлением храма. События книги Ездры предшествуют событиям книги Наимии, где описано о том, как делалась стена вокруг святого города Иерусалима. А, собственно, в первой книге Ездры рассказывается о восстановлении храма после 70-летнего Вавилонского плена. Эта книга очень актуальна для России, потому что мы тоже после 70-летнего большевистского Вавилонского плена пытаемся возродить церковь, восстановить ее, обустроить. Само имя этого Божьего пророка Ездры означает помощник. Этот человек был настоящим помощником для верующих. Если Наимия исполнял обязанности старосты, можно так сказать, он был мирянином, то Ездры – это образ священника, первосвященника, который являлся великим помощником в деле возрождения церкви. Это образ Наоси, то есть патриарха своего народа, который трудится на благо всех чад Божьих. Поэтому, если книга Наимии у нас читается с большим пониманием именно мирянами, которые осуществляют служение декании, социальное служение в церкви, то книга Ездры – это книга, где является пример священнослужителя, Наоси, патриарха, который возглавляет духовно свой народ. Из книги Наимии мы знаем, что он сотрудничал с Ездрой, и это сотрудничество было успешным. Светская и церковная власть, они должны дополнять друг друга. Об этом и эта книга, первая книга Ездры. Сегодня мы с Божьей помощью начинаем чтение первой главы этой книги, и экзегеты так описывают содержание этой главы. Данная глава рассказывает об указе Кира, царя Персидского, который освобождал всех евреев, находившихся в плену в Вавилоне, и повелевал им восстановить их храм в Иерусалиме. О возвращении многих иудеев на родину благодаря этому указу рассказывается в этой книге. О повелении вернуть сосуды в храм, те сосуды золотые и серебряные, которые были унесены в Вавилон. Так начался рассвет дня для избавления верующих в Ветхозаветной Церкви. И мы читаем. Первый год Кира, царя Персидского, во исполнение Слова Господня из уст Еремии. Возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, да будет Бог Его с ним, и пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы ты ни жил, а пусть помогают Ему, жители, вместо того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброходным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Вот здесь мы видим, что под действием Духа Святаго царь Кир издает подобный указ о том, что те, которые могут, пусть возвращаются из Вавилонского плена в Иерусалим, святой город, в страну Израиль и восстанавливают храм Божий. Те, которые не могут это делать, пусть помогают золотом, серебром, всем необходимым для того, чтобы эта работа осуществлялась и протекала бы вполне успешно. Господь иногда побуждает даже нечестивых правителей принимать подобные указы. Мы имеем пример, когда во время Великой Отечественной войны резко меняется отношение к Церкви, когда представители власти начинают встречаться с представителями Церкви, представителями святской власти, представителями церковной власти и обсуждать возможность восстановления церковной жизни. Если Дух Божий касался Кира, в общем-то, языческого правителя, и он даже назван помазанником Божьим в некотором случае, то он может касаться и любого другого правителя, чтобы через него изменить отношение к Церкви. Поэтому в христианской Церкви принято молиться за всех правителей, и апостол Петр призывает к этому, говоря «Бога, бойся, царя», то есть Цезаря, чти. А во дне апостола Петра Цезарем был, как мы знаем, зверь из бездны, император Нерон, крайне нечестивый человек. Но Господь посылает нам тех или иных правителей или в наказание за наши грехи и преступления, что мы должны тоже безропотно принимать, или как благословение. И мы молимся за властей, начальников, и если они заслуживают Божьего благословения, то наши молитвы принесут им это благословение. Если они не заслуживают Божьего благословения, мы продолжаем за них молиться, мы как бы собираем горячие угли на их головы. И мы читаем, «И поднялись и главы поколений иудиных, и фениаминовых, и священники, и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме». Мы прочитали выше, что Дух Господень победил, побудил Кира царя Персидского издать такой указ, а здесь Дух Господень побуждает и левитов, и священников, глав поколений Иудиных и Вениаминовых, в их наделе как раз и находился Иерусалим, вернуться и осуществлять построение Дома Господня. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброходного даяния для храма. Похоже, что помогали не только евреи, но и местные жители, которые были вдохновлены вот этим указом своего царя. И мы читаем далее. И царь Кир вынес сосуды Дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего, то есть в языческом капище, и вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата, сокровища хранителя, и он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. Похоже, что Кир боялся лично прикасаться к этим сосудам, потому что был пример нечестивого Валтасара, который использовал сосуды Дома Господня не по назначению и пил из них вино со своими блудницами. За это он был умершлен в ту же ночь. Очень правильно поступает сокровище-хранитель Мифредат, который передает сосуды счетам князю иудейскому Шешбацару. И вот число их. Блюд золотых – 30, блюд серебряных – 1000, ножей – 29, чаш золотых – 30, чаш серебряных – двойных – 410, а других сосудов – 1000. Всех сосудов золотых и серебряных – 5400. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Сосуды выдавались счетом. Это правильно, чтобы ничто не пропало, ничто не было бы утеряно. Итак, сегодня мы с вами осуществляем вхождение в книги Божьего пророка Ездры. И сегодня мы читали первую главу первой книги Ездры. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз будем читать вторую главу этой же книги. Иерусалим Взял Взял Продолжение следует...